О Донбассе и реформах. В Гавреве сегодня и в парламенте Верховной Раде открылась новая сессия. Народные депутаты приступили к работе. С каким настроением вернулись и насколько слаженными были первые голосования в нашем материале. Торжественный гимн в сессионном зале и седьмую сессию Верховной Рады открыли. Под куполом 375 нардепов и Кабмин всем составом. Наставление депутатам сегодня дают спикер, а потом и премьер с наболевшим призывом. У премьера пакет реформ, на принятие которых он рассчитывает. И пока только коалиция готова сказать изменениям «да». Сьогодні Украина может получать модернизированную систему обучения, которая обеспечит новые принципы обучения, даст возможность добиваться качественную обучение подрастающим поколениям. Надзвичайно важливой для украинского общества есть пенсионная реформа. Заявленные урядом реформи земельная пенсионная обучения не есть реформами по сути и достаточно добьют людей. Медичная вообще в корне соперечить статью 49 Конституции Украины. До реформ нужно ретельно готовиться и уметь прораховывать наследие. Фаеричные результаты предыдущих реформ украинцы уже отчули полной мировой. Каждый стрелец на улице, убивство, грабежи и насильство – это наследие полицейской реформы. Тем не менее, первая реформа уже готова к рассмотрению. Образовательная. Новые возможности для наших детей, для обучения, для родин, для того, чтобы детям надать качественную обучение. Он имеет очень важные реформаторские шаги, которые связаны с реформой загальной и средней обучения и переходом от школы знаний до школы компетентности для жизни в 21-м столетии. От поправок, от деталей залежит, какая будет минимальная зарплатная плата учителев, когда она будет с 1 сентября, как пропонует уряд, что будет с украинской языком, что будет с землей, которая сейчас належит профильно-техническим вузам. За этот законопроект можно проголосовать только в том случае, когда там будет подтверждена, а не снищена гарантия учителям, что они будут иметь гидную плату работы. Принаймні, это нужно сохранить в этом законе. А все остальное зависит от финансирования. К законопроекту сотни поправок и все стали рассматривать по полной процедуре. На это у депутатов ушло как утреннее, так и вечернее заседание. А между тем не обошлось без обвинений. Народный фронт после каникул в ударе, то и дело упражняется в нападках и сегодня потребовал от силовиков новых дел против оппозиционеров. А что мы ожидали от Народного фронта? Что они начнут объяснять, почему в стране такая инфляция, почему такой курс гривны, что он уже приближается к 30, что они будут говорить о том, что они разворовали деньги на стену, о том, что они выплатили премии по 7 миллионов в Минюсте. Поэтому что нужно делать? Атаковать своих политических оппонентов. Поэтому моя позиция простая. Они 4 года за нами бегают, 4 года пытаются сфабриковать хоть какое-нибудь уголовное дело. Ничего у них не получается. Я считаю, что если Народный фронт с рейтингом меньше погрешности нас критикуют, то это практически то же самое, что нас хвалят. В итоге к единству в этом зале приходится только взывать. И не только взаимные обвинения, но и голосование. Яркий пример того, что сплоченности под куполом нет. Вот сегодня даже повестку дня сессии. Первое голосование дня нардепы провалили. Коалиции как не было, так и нет. Списков ее нет. 226 монатов нет. Все голосования, которые проводит власть, носят ситуативный характер. Пусть каждое голосование собираются 226 в зале. Это первое. То есть на сегодня коалиция войны работает неконституционно. На сегодняшний день в зале никто не видел закона о реинтеграции. О нем идут разговоры, и мы не слышали о том, чтобы его поддерживал нормандский формат. Поэтому еще раз. Оппозиционный блок будет голосовать за все, что приближает нас к миру. И никогда не будет голосовать за то, что дает новый виток напряжения на Донбассе. Когда в Раде появится закон о реинтеграции Донбасса, не знает никто. А что же касается образовательной реформы, то ее в итоге приняли. Под конец рабочего дня. Павлина Василенко, Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Евгений Пахальчук. Подробности телеканал Интер.